Где присутствует агентство США по международному развитию, там возникают проблемы, склоки и внутреннее противостояние. Об этом в интервью фан рассказал бывший народный депутат Верховной Рады, украинский политик Алексей Журавко. Американцы задумались над укреплением связей между Донбассом и Украиной. Соответствующий проект под названием «Наводя мосты» намерено запустить агентство США по международному развитию USAID. Планируется повысить доверие граждан к процессу реинтеграции, поскольку именно она может стать основой для прочного мира и достижения консенсуса по поводу будущего Украины как единой и самодостаточной страны. Деятельность USAID в рамках программы «Наводя мосты» нацелена на укрепление доверия и связей между украинцами как на подконтрольных, так и на неподконтрольных правительств у территориях на востоке Украины, рассказали в американском агентстве. В сообщении отмечается, что якобы Россия препятствует оказанию более активной поддержки Киеву в переходе к демократии и преграждает путь Донецку и Луганску в европейское будущее. Как поясняется в описании, программы USAID на Украине основываются на стратегии агентства на 2019-2024 годы, которая отражает приоритеты правительства США в области развития страны. Вашингтон стремится к укреплению демократии и расширению экономических перспектив Украины. Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что он не верит в благие намерения американского агентства США по международному развитию, которое якобы хочет примирить Донбасс и Киев. Он раскрыл реальную цель проекта USAID по шиванию Украины и Донбасса. «Я в это не верю. Это очередная уловка. 100% в данном проекте присутствует какой-то подвох. Замечу, что организация USAID ничего хорошего еще никому не сделала. Где присутствует агентство США по международному развитию, там возникают проблемы с клоки и внутреннее противостояние. Они разжигают ненависть внутри общества. «Я не могу сказать, что американцы хотят примирения Украины и Донбасса», – отметил собеседник ФАН. Политик также сообщил, что для начала процесса примирения Украина должна пройти деноцификацию, отвести войска от линии фронта в Донбассе, а не винить во всех своих бедах Российскую Федерацию. Кроме того, они опять написали, что, мол, Россия преграждает путь к примирению в Донбассе. «Я в это не верю. Я бы еще как-то согласился, если бы они написали, что американцы нацелены на развитие отношений между Киевом и Москвой, а также готовы все сделать для объединения наших народов, чтобы русский язык никто не трогал на территории Украины. Но они же вновь во всем пытаются обвинить РФ, это неправильно. Они должны написать, что для начала процесса реинтеграции Украина должна убрать бандеровскую идеологию, отвести войска и националистические батальоны от линии фронта в Донбассе. Вот тогда я поверю, что они хотят мира на Украине». А так, блеф, резюмировал Алексей Журавко. Ранее военный эксперт Фонда народная дипломатия Сергей Простаков в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что у украинских властей просто нет никакого другого плана, кроме очередной войны и геноцида населения Донбасса. Он напомнил, что на данный момент Украина не выполнила вообще ни одного пункта минских договоренностей.